С 20 по 27 сентября Как в Эстонии сейчас проходит эта акция? Потому что какие-то мероприятия запланированы с понедельника по пятницу. Соответственно, что происходит в каких городах? На самом деле мероприятия начались еще в прошлую пятницу. В прошлую пятницу традиционно у нас была забастовка во всех основных городах. И с этой забастовки началась непосредственно сама неделя. В рамках этой недели проходит довольно много мероприятий. Действительно, мастер-классы, инфо-вечера, организовываются кинопоказы. Сегодня вечером, например, в Таллине будет кинопоказ. В Тарту сегодня дискуссионный вечер, завтра кинопоказ. То есть, в принципе, мероприятий очень много. Если кого-то интересует, о них можно узнать в основном на странице в Фейсбуке. Вот эти забастовки по пятницам. Акция началась из Швеции, распространилась довольно быстро по всему миру. Вы уже приходили к нам весной в эту студию рассказывать о климатических забастовках по пятницам. В них по-прежнему участвуют только школьники или все неравнодушные? Нет, на самом деле еще в прошлой весне уже много раз публично объявлялось о том, что это движение уже далеко не только для школьников. И оно не касается уже столько школьников, сколько касается всех. Поэтому все заинтересованные люди принимают участие. И в том числе в Таллине большое количество активистов не являются школьниками. Поэтому, да, движение расширяется. В контексте этих забастовок, конечно, очень интересен феномен Греть Тунбер, которая, собственно, является родоначальницей таких забастовок. Она была в свое время школьницей, 16-летней, да, и предложила такие забастовки проводить. И она действительно очень раскрученный персонаж. Ее поддерживают очень много людей в мире. И те люди, и должностные лица, которые критиковали ее, даже некоторые из них покинули свои должности и места. Как вы можете объяснить, почему такую популярность она приобрела и ее идеи? Идеи, забота о климате далеко не новые. Об этом ученые говорили об этих проблемах уже десятилетия назад. В том-то и дело. Да, но именно она подняла эту волну. Почему? Потому что это было удачное стечение обстоятельств. У нее было хорошее покрытие медиа. Сразу же, как только она начала выходить к парламенту в Стокгольме в прошлом августе, ее сразу начали обращать внимание на нее медиа. И при помощи социальных сетей ей удалось активизировать еще больше людей в это движение. Но, с другой стороны, сама идея этих климатических забастовок по пятницам может показаться сомнительным, потому что там привлекаются школьники, которые в это время должны не бастовать и чего-то требовать, а учиться, ходить в школу. Для школьников эта тема наиболее актуальна, потому что именно те люди, которые сейчас ходят в школу и, скажем так, может быть, в университет, это те люди, которым придется жить в нашем мире и нести наиболее тяжелые последствия от эффектов глобального климатического кризиса. Поэтому это совершенно, мне кажется, нормально, что именно они больше всего заинтересованы в том, чтобы эти проблемы мы решались сейчас и сегодня и не откладывались на завтра. А эти проблемы могут решаться с помощью того, что люди просто не будут учиться в пятницу? Проблема не учиться в пятницу – это не решение этой проблемы, это способ привлечь внимание к серьезности этой проблемы. Именно поэтому была выбрана пятница, как я уже говорил в прошлый раз, потому что это привлекает наибольшее количество внимания. На первый взгляд может показаться, что Эстония и так разделяет те ценности, которые вы пропагандируете, потому что премьер-министр Юрий Ратас в последнее время неоднократно говорил о том, что он выступает за климатически нейтральную экономику, что Эстония будет прилагать большие усилия для уменьшения выбросов СО2 в атмосферу и так далее и тому подобное. То есть все вроде бы делается и делается правильно. К настоящему моменту больше говорится, чем делается, к сожалению, а дела идут в противоположную сторону со словами, потому что именно в Эстонии из последних новостей, если мы посмотрим, это открытие нового сланцевого завода, вида Вирума. Кроме того, в июне Эстония отказалась сертифицировать европейское соглашение о необходимости снизить выбросы до нейтральности к 2050 году. Всего четыре страны заблокировали эту резолюцию. Это была Венгрия, Польша, Чехия и Эстония. Поэтому, как мы видим, если даже премьер Ратас говорит об этом много, то на самом деле дела не следуют за словами. Если говорить о вашем движении и об этих акциях, то поддерживают ли вас или привлекаются к этой деятельности какие-то научные сотрудники, эксперты, которые тоже помогают другим людям разобраться в том, что происходит у нас с климатом и с экологией? Да. Изначально, когда это движение только начиналось, международное движение «Fairies for Future», группа ученых выступила в поддержку этого движения. То есть существует группа ученых «Scientists for Future», которая является частью этого движения. Соответственно, научную поддержку это движение получает непосредственно от климатических ученых. А в Эстонии есть такие ученые? В Эстонии нет. «Fairies for Future» — это международное движение. Как вы уже сказали, насколько его сеть распространилась по миру, сколько активистов насчитывается в Эстонии? В Эстонии насчитывается до 100 членов. На следующий момент это движение растет. В прошлую пятницу произошла очень успешная забастовка, которая открыла нашу неделю. И количество членов только растет. А вы связаны каким-то образом с такими глобальными организациями, как, например, «Гринпис»? Или связаны ли каким-то образом с партией «Зеленой» из Эстонии? Нет, мы не связаны. И, скорее, наоборот, это они связаны с нами, потому что «Fairies for Future» добилась в последнее время того, чего эти движения не смогли добиться в своей деятельности в последние годы, а именно то, что климатические проблемы снова стали главной темой повестки дня. И это именно то, чего это движение добивалось, и чего другие движения не смогли добиться. А если у вас так успешно развивается продвижение своих идей, нет ли мысли превратиться в партию? В настоящий момент нет, потому что большинство членов этой организации несовершеннолетние, и они строго придерживаются идеи о мирном протесте, и цели организации достигаются мирным протестом. Ну, кульминацией климатической недели станет всеобщая забастовка во имя будущего. Это будет в предстоящую пятницу, 27 сентября, в 12.00, и сразу в нескольких местах она пройдет. Да. В Таллине, около Регикогу, в Тарту на Ратушной площади, в Раквере на Центральной площади, и в Перну на Площадь Независимости. Что будет за формат этого мероприятия? То есть соберетесь, постоите с плакатами, произнесете какие-то речи? Да, примерно так. Так это проходит каждую пятницу, и главная цель, опять же, привлечь как можно больше людей. Очень много людей приходят на эти мероприятия, чтобы просто узнать, что происходит. Они вступают в разговоры, получают информацию на эту тему, и, в общем, происходит общение с людьми. Спасибо вам. У нас в гостях был волонтер движения Fridays for Future Родион Крючков. Спасибо. Спасибо.